Мин и его семья Я должен сказать, что Мин и его семья, они замечательные люди и гордятся своим происхождением, и они очень гордятся конкурсом и с ними замечательно работать. И я думаю, что 9 ноября они покажут такое, чего никто раньше никогда не видел. Это будет потрясающее шоу в потрясающем месте, потому что это лучшее место из всех, что мы видели в мире, одно из лучших. И я хочу поздравить его и его семью. Хочу поблагодарить господина Трампа, я и Айарас Кендерич, за предоставленную возможность. Я думаю, что это будет самая уникальная мисс Вселенная, которая за 61 год проводит именно в России. Какие планы у вас в дальнейшем, после проведения конкурса? Планируете ли вы работать с полой и дальше, делать какие-то шоу совместные в Крокусе? Ну, в принципе, мы уже, не сделав конкурс, начали какое-то сотрудничество. Вот по моей музыкальной карьере мисс Вселенная Оливия Кульпо снялась у меня в клипе. Сейчас мы ездим по разным странам. У нас есть оплённая промо для презентации этого сингла. Сингл называется «Амор». Проведя мисс Вселенную в ноябре, я думаю, что эта дружба только расширится. Мы обсуждаем возможность становления следующей мисс Вселенной лицом Крокусе Тимола. То есть такая широкая дружба, которая, мне кажется, гармонично и логично будет только процветать. — Замечательно продлить эту дружбу в годах и на территории России, скажем так. А планируете ли вы сделать какую-то экспансию на территорию США или мира? Есть ли такие планы? — В контексте проведения конкурса? — Да. — Ну, у меня таких планов нет, но я думаю, что с учётом того, что есть большой опыт проведения больших мероприятий вместе с командой Крокусе Тихола, если всё получится так, как мы запланировали, возможно, мы можем рассмотреть возможность проведения этого конкурса в каких-нибудь других странах. Вместе с командой Мисс Вселенной, естественно. — Здорово. То есть это начало большого сотрудничества? — Мне кажется, да. — Скажите, такой немного социальный вопрос. Планируете ли вы делать большие рабочие команды? Ну, то есть собирать специальные группы, которые будут работать только на Мисс Вселенной. Подразумевается ли это новый рабочий коллектив? — Ну, вы знаете как, мне кажется, что команда Крокус Сити Холл настолько уже расширилась, потому что каждый день мы проводим здесь концерты. За три года провели около 750 концертов в Крокус Сити Холле. И этой командой, плюс той командой, которая прилетит с Мисс Вселенной, мы вполне способны провести это событие силами существующей команды. Ну, естественно, кого-то будем добирать, но отдельно формировать как коллектив не планируем. — То есть волонтеры могут не беспокоиться? И в этом смысле был мой вопрос, потому что популярность... — Волонтеры всегда мы приветствуем. — Замечательно, очень здорово, потому что вы понимаете, как сколыхнули сердца миллионов молодых людей и девушек, которые хотели бы прикоснуться к этому конкурсу в России, если уж он пришел сюда. И если есть возможность попасть к вам на проект, конечно, они будут стремиться сюда. Вот в этом смысле был мой вопрос. Ну, замечательно, что вы открыты. — Спасибо. — Спасибо вам большое. — Спасибо за это время и удачный концерт. — Спасибо. — Спасибо. — Спасибо. Как вы видите ОСКО? Как вы видите ОСКО? Как вы видите ОСКО? Как вы видите ОСКО? В этом городе, в том числе, в этом городе, это прекрасно для этого, потому что я очень рада, чтобы вы будете общаться с нашими участниками. И даже наши семьи, и со мной, и со мной, и со мной, и с ними, что следует... У нас есть много эксцитмента, и много, что нужно видеть и делать. Вы выглядите красиво! Вы выглядите красиво! Спасибо большое! Я думаю, что это очень важно делать такие компетенции, как Мисс Криверс. Как вы найдете, что вы найдете? Спасибо! Я очень счастлива, чтобы быть окружена с хорошими людьми, которые помогли нам снять подробности, и это прекрасное событие. Мы все поддерживаем и не снять, и никто не будет слишком стрессов. Мы все можем расслабиться немного. Это красиво! Вы у нас очень профессиональные в твоем команде, и поэтому вы можете выглядеть так удивительно и красиво! Как вы найдете нашу команду? Я имею в виду, российскую команду? Вы достаточно хорошие для этого процесса? Ну, первое, мы стоим в театре и действительно это один из самых интересных театров мы работали в. И наш сотрудник, они делают все очень большие shows, академии, и Голден Глобе, и они очень впечатлили, кто они работали и что они работали в. Мы очень рады, потому что мы не всегда имеем возможность быть с такими профессионными людьми. Это здорово! Россия имеет высокий уровень таких событий и вы найдете это здорово? Абсолютно! Я думаю, особенно в этом году, с Олимпиксами в России, это очень, очень интересное, потому что НБЦ, и наши владельцы, также обладают Олимпиксы. Есть много синерги и много excitement в том, что мы сможем сделать в Москве. Какие люди в твоей команде планируете здесь, в Москве? Когда все все мы прибавляем около 300 людей. Это маленькая армия. Это большая армия, и у нас много людей. Мы проводим до 190 стран. Это очень важно. важно. У нас только есть возможность развиваться в мире, поэтому нужно сделать правильно. Если нужны специальные флешмоб команды, планируете такие места? то иногда иногда мы говорили о том, когда мы делали тур и мы говорили о флешмобе. кто знает, это хорошая идея. спасибо. Спасибо. У нас профессиональные видео команды, я спрашиваю про все возможности. Какие много операций вы планируете? сейчас мы решили несколько людей но мы хотим искать много людей как мы можем сделать много людей для работы и в Москве и России в 2005 и я наделал это москва и я рады не смогли сделать это москва москва и и все москва филосква еще какие мнения или музыкальны, или интересные сценарии, которые вы взяли в «Мисс Универс»? Какие интересные сценарии были? Ну, мы были в шоу, который открылся «Лады Гага». Её первая интернациональная перформация была на нашу сценарий. Поэтому мы проведем хорошие шоу в этом году. Но я думаю, что это один, который подходит в моем мнении. И это было в Вьетнаме. Поэтому мы построили в центре в мире. Но мы получили хорошие шоу. Много хороших перформаций. Рикки Мартин. Мы делаем это очень интернационально. И, Пола, последняя вопрос. Я получила миллион. Да, конечно. Мы можем поговорить. Где ты живешь в личном доме? Где ты живешь? Где я живу? Ну, мой отец был адмирал в войне. Он был пилот. Я думал, что у меня был миллион. Да. Когда мы переехали довольно много. Так что, как ребенок, я бы сказал... Мои две дома, я думаю, были в Вирджинии и Калифорнии. Так что, два сопротивления нашего страны. Но сейчас я живу в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Так что, опять же, я путешествую довольно много. Так что, два местных мест в мире. Да. Два местных мест с ужасным трафиком. Я верю. Что ты думаешь о трафике в Москве? Что ты думаешь о трафике в Москве? Я сообщила всем о трафике в Москве. Что это будет очень тяжело. И последние два дня там нет трафика. Так что, они все думают, что я ловлю. Особенно для тебя. Спасибо большое за интервью. Поздравляю тебя. Поздравляю тебя. Поздравляю тебя. Спасибо. Я уверен, что я увидел тебя, когда мы вернемся. Я надеюсь. Поздравляю тебя. Поздравляю тебя. Спасибо. Спасибо. Снимаем в Крокус-сити-холле. В одной из самых лучших площадок в Москве и России. Возможно, мы будем частью этой команды, которая будет снимать Мисс Вселенная. Поздравляю тебя, Россия. И позвольте в Москву. Продолжение следует. Поздравляю тебя. И в Крокус-сити-холле. Поздравляю тебя. Поздравляю тебя.